я на станции елецкая и делаю вот такую закладку в яму упал сука было принято решение остановаться на реке всем доброе утро на часах пол восьмого что-то я немножко пролюбил будильник то ли не услышал короче решил часок поспать лишним сейчас быстренько кушаюсь уже с большего собрался остывает моя утренняя каша пока нас ты не сейчас быстренько соберусь погода у нас хорошая ходовой день у нас сегодня в районе тридцатки но погода радует если завтра такая погода будет будет вообще супер будет вообще супер и будет потрясающе смотрите открылся нам fire он видно вам друзья красавец хозяин хозяин полярного урала да и мы сейчас отправляемся к нему ну что идем а вон смотрите друзья ненцы стоят чумы видны вам сейчас подойдем поближе может чаю попьем посмотрим да мы их встречали еще зимой в восемнадцатом году тоже чай пили с ними где-то олени должны быть на что-то не вижу наверное другом месте кочуют живут ну ладно подойду поближе сниму получше день добрый может чаем угостите давайте попьем вместе меня митя зовут ну приятно это вы нарты делаете новое что-то меняете до ремонт а потом вот эти резинки подбиваете да а зимой резинки а летом резинки не надо да они тяжелые да они армут такие ставят а такие какие-то лучше какие-то они липнут тяжелые темы весной хорошо зимой а олени где ваши да увижу я их на паэрду да но хорошо добро 1 до 1 ну вот с вами сейчас чайку попью там с оленей пофоткаюсь и нормально будет это вас целая как это сказать бригада да бригада день добрый бригада а сколько стадия олени пищи с лишним о да я на кавказе был там тоже тоже две тысячи баранов под полторы тысячи баранов лошадей ну да меньше нет смысла да получается комары да они вместе летом не удерживайся они убегут когда больше они крутят слишком не уходят далеко мало нельзя летом так как вы их получается выпускаете они пасвицы потом вы их там раз в месяц собираете а каждый день там же есть вожаки которые там сколько с бригаде человек ну а вот женщины дети сколько а школьники чего не в школе а рано точно а где они вы быт надги получается а у вас своя типа школы ну ясно я понял вверх таки не закрываете так он остается закрываем ну шкура линия какая теплая да и сколько тут человек живет моё семья втроём пятая уехала когда ребятишки приезжает тоже много тут ребятишками посёлка если это вот и вдвоём троём сыном он женой уехала тюмень попил друзья я чаю вот такой вот стол у нас был а вас как зовут да сейчас андрей проводит меня и будет чинить нарты так что андрею люби большое спасибо за стол за радушие пойду я на гору да вот так это живут ряд проблема с бензином у них никто не хочет сейчас продавать доставлять деньги то у них есть он тот чем получается вечером свалила говорят очень сильный ветер был здесь на низине у меня как бы нормально было я тоже вообще в низине стоял на горе не остался то тоже бы палатку завалил да у меня получается маленький чум а у них большие чумы все правильно попил чаю поел два бублика и иду дальше 10 утра там я смотрю люди ходят грибы и ягоды собирают но не знаю что то собираю до навстречу человек идет кипит жизнь как говорится погода просто бомба если будет завтра такая это будет невероятная удача идти одно удовольствие солнышко светит ветер дует обдувает этот гнус мошкару вот андрей горелки то олени будут сын его где-то должен быть что-то ничего не вижу может еще там внизу посмотрим а вон он вид на пар наш наш герой ну а мы идем дальше все друзья ушел я с дороги вон там дорога получается пошла туда и на хребет туда на горы за урал осталась вот такая вот получается вездеход к она хорошо читаем а и по ней нам еще двадцатка еще двадцатка до озера не помню как называется потом скажу гляну по карте ой ну погода конечно шепчет завтра бы такую на восхождение было бы чудесно ну посмотрим будем посмотреть как говорится перекушу перекушу попью водички отошел от оленеводов наверное на часа два они оказывается вообще рядом со мной стояли буквально вот туда куда я хотел и прийти чуть чуть дальше в двух километрах от меня стояли до десяточка я уже прошел сейчас отдохну и пойду дальше погода конечно чудесный так что ребята да идете по основной дороге доходите до большого перекрестка и сворачивается на лево получается уже на 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 вездеходку гнус появился блин я еще блин на комарник не брал думал его уже нету а солнце вышло так и гнус полу появился останавливаешь так моментально прилетает а когда идешь ветерок обдувает особо его и нет вообще почти даже нету любую с видами уральского хребта такие вот красоты мне открываются и и Продолжение следует... Мембранные носки, ребята Мембранные ботинки Мембранные кроссовки Все это говно Болото, мочежины Каждые 100-200 метров Поэтому Ребятушки Все ваши иллюзии По поводу сухих ног в походе На полярном Урале Превращаются в пшик Резиновые сапоги Да Эта тема здесь рулит Но Я не представляю, что вы будете с ними делать Два дня в них идти Это мозолины Это тяжело Поэтому Привыкайте, друзья Мокрые ноги Это, как говорится Нормально А вон олени Видите? Отбились от стада, наверное А может впереди стада? Сейчас посмотрим Короче, вот так Коротко О сухих ногах От дяди Мити Ветер поднялся Такой достаточно сильный Опять в уши мне задувает Ладно, идем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пайр наш Пайр наш показался Вот такая коса тут Добавил DimaTorzok Все Обед Перекушу Почти час дня Начало второго Покушаю супчика Поэтому сейчас Вторую перейду И уже тогда точно Перекушу Хорошо, что по карте глянул А так бы Ну какая разница Да, что тут Что там Ну просто как бы уже хочется Добить момент Перейти Вброд Повыжимать трехи носки Да, и этот И спокойно уже покушать Вот идет Вторая Шебуршит Ну это такая же Поинтереснее, да? Помощнее, я б сказал Все, перешел я реку Снимать не стал А то было бы Как в прошлый раз Сейчас уже точно Поужинаю Ой, поужинаю Пообедаю Да, и вон там За пригорком уже Пайор видать Осталось чуть-чуть Вода такая В меру холодная Скажем так Не леденющая Да Лежу, отдыхаю Ем ягоду Похолодало Чувствую, не будет мне счастья На завтра Хорошей погоды А жаль Так надеялся, конечно Если честно Ладно, поживем Увидим Как говорится Будем посмотреть Стемнело, ребята Вообще моментально 4 часа Такое ощущение Что сейчас уже часов 7 Почти 8 Вот такие вот Крумные реки Я уже почти подхожу На перемычку С Пайером Будет там такая Короче, тысяча метров Вот Но погода Испортилась Конечно Капитальна А впереди Непроходимые тундры Полярный Урал Полярный Урал Что-то снежечек Измельчал Мне кажется В 19-м году был побольше Сейчас как-нибудь Вот так вот Вот так вот Вот так вот Вдоль снежника И потом По хребту снежника Туда Обычно все идут Вот сюда И по гребню Я не понимаю Зачем это все делать Это тяжело Да И там Короче Терять высоту В этом кулуаре Проще вот по этой низине Да Подняться И потом набрать 150 метров Вот здесь вот Ну не знаю Я так хожу Другие может по-другому ходят Ладно Погнали дальше Вот снежничек Да Вон долина С которой я пришел А вон Если вам видно Ребята Вон Тропа На которую Все заходят Получай А вон еще получается Есть Да Получается Вот примерно Отсюда Вот по этому Хребту Идешь 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 Сбрасываешь Потом опять Подымаешься Ну не знаю Может так удобнее кому-то Но Я как бы силы берегу Поэтому Сами решайте Как вам идти Ну да Сейчас вот вдоль снежничка Подымаемся туда Смотрите как его протопило Прям пещера снежная Блядь Оттуда никто не вылез Еще Темно Блин Вон туда А вон вершина По-моему Наверное Сейчас подымись Гляну Да Наверное Вершинка Сейчас залезу Покажу 7 часов Кто там кричал Что на крумнике Нельзя Палатку поставить Вон Беспроблемно Ну конечно Полчаса Камешки Приносил Накручивал Колышки И все Среди крумов Стоит пирамида Я ее так трюхи спрятал Чтоб Сильно не дуло А то ветерок Такой задувает Думал там на хребте На седле остаться Но Очень сильный ветер Вот там друзья Видите Станция Елецкая Светится Вот такие пироги Ладно Ужинаю Доложу спать Все Всем спокойной ночи Высота Тысяча метров Там Тысяча Двадцать По-моему До горы Остается Два километра Два километра И сколько там Семьсот метров Набора По-моему Или пятьсот Или шестьсот Ой не помню Устал Вообще башка не рубит Да по-моему Шестьсот метров Набора остается Все Спокойной ночи Доброе утро Друзья Пять часов утра Встал пораньше Даже чем обычно Вернее встал раньше Вообще не хотелось Вылазить Поел уже И отправляемся На восхождение Туман Конечно Пипец Ничего не видно Крумник мокрый Но я думаю Потиху По-малу Да заберемся Дождь Как бы Немножко усилился Так я вот и думаю Сейчас попробовать Если нет День конечно Резервный есть Но Лучше конечно Взобраться сегодня Потому что дальше Есть же еще планы Поэтому как-то Как-то потиху Погнали Короче Вышел на полку Перед Лжевершиной Но Наверное На нее не пойду Друзья Такая погода Паскудная Зашел в облако Получается Туман Мелкий-мелкий Дождик Крумник Скользкий Короче Так себе Ни хрена Не видно От слова Совсем Нормально Уже идут час Сейчас Съем какую конфетку Пять минут посижу Да пойду дальше Ну здесь плата Здесь оно Быстро Проскочить Что ежики Дошел я до этой Лжевершины Тут какой-то флаг стоит Коммунистический Наверное Любят они это дело Такие камни мокрые Вообще Невозможно идти Что тут у нас 150 лет СССР Сейчас Попробуем Так что тут у нас 50 150 Ордена Кутуз Во второй степени Короче Хер его знает Да И спиннинг Ребята Представляете Поломатый спиннинг Не буду его доставать А также записка Была наверное когда-то Но Но Уже все Истлело Ладно Сейчас съем шоколадку Да пойду дальше Очень скользко конечно А нам вот через эти жандармы Сейчас Переберусь Покажу Вот через эти жандармы Короче Нифига вам не видно Да Где-то там вершина И где-то там вершина Ладно Итак Ребята Я На перевале Пайр Не на горе Пайр А именно Перевал Пайр Который идет До Крепта Ничего конечно же Вам не видно Идет Дождь Сильнейший Ну такой То порывами То мелкая Ветер поднялся Погода Короче Вообще Жопа Очень скользко Иду медленно Да С перевала Дует Неплохо Да Осталось Немножко До горы Как еще Эту гору Искать В тумане Ладно Там решим Ну что Ребята Залез я На основное Седло Туман Ничего не видно До вершины 200 метров Набор 20 метров Где ее искать Ну понятно Что по треку Буду искать Но так Физически Ничего не видно Пошел снег Ветер усилился Нам куда-то Да Куда-то Вон туда Вот такие Пироги Да Это вам Не Крым И не Карпаты Здесь Немножко Все посложнее Да Это Полярный Урал Дело Даже не в погоде А именно В технической части Вот этот перевал Пайр Да Он вообще Получается Один Б Сам перевал А вот хребет У него такой Да Трохи паскудный Ну нормально Все Сейчас покушаю На вершине Ну когда приду Попью Горяченького Да И пойдем вниз Ладно На вершине Увидимся Увидимся Такой Собой И сердце Требошком Крузи И Ленин Такой Молодой И юный Овчебы Дерези И ленин Такой Молодой И юный Овчебы Вережим Ну что Друзья Это вершина Первая вершина В проекте Погода Конечно Жопа Но Я на вершине Полярного Урала А именно Горобаев Вот 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 она Табличка 1499 Но У меня почему-то Показывает 84 метра Вон там Взади Ленин Я думаю Вам виден Маленький Уже 500 лет Стоит Ну все Я короче Спускаюсь Там сейчас Перекушу Чуть ниже Да И пойду Сибираться Потому что Здесь вообще Уже невозможно Находиться Так что Друзья С вершины Меня Продолжаем Путь дальше Нас ждут Новое Приключение Вон Моя Хорошая Ой Моя Любимая С первого Раза Нашел Друзья Поставил Метку Последний Раз смотрел За метров 500 Так что Талант Не пропьешь Ну видите Вот серый Цвет Такой Да Паскудный Получается Не для Урала Не для Тумана Но Благо Жалею Друзья Не взял Компас В эти Приключения Постоянно Смотрел Направление По телефону Там Там у меня И стройный Компас Да И блин Пока Посмотришь Руки Замерзнут Ой Вот она Моя Палаточка Сейчас Короче Разогреваюсь Вернее Отогреваюсь Я расскажу Что делаем Дальше Дождь Идет Целый День Доброе утро Ёжики Короче В двух словах Расскажу Что делаю На станции Потом Расскажу Зачем Я все это Делаю Короче В двух словах Бегу На поезд Поскольку Я пришел Рано С горы То ночью Я вышел На станцию Елецкую Сейчас Прошел Полпути И я думаю Все таки Успею На поезд И Ну либо На станции Либо уже В самом поезде Расскажу Более детально А сейчас Решил Попить Кофейку Вот спрятался Во-первых Дождь идет Целый день Всю ночь И целый день Идет дождь А во-вторых Ветер очень сильный Вот спрятался От ветра И решил Заснять Тут 5 секундное Видео Короче Расскажу Более детально Потом Продолжение следует